Следующий вопрос. Нужно ли брать разрешение у владельцев различных каналов, например, в YouTube, в Instagram и так далее, на публикацию их видеоматериалов у себя на странице? То есть на этих каналах выложены те или иные материалы, может ли человек без спроса взять их и выложить у себя, или же нужно спросить разрешение у владельца канала? Если есть предварительное разрешение от владельца канала на то, что любой может брать материал из его канала, то в этом случае нет нужды спрашивать у него разрешения на это. А если он запрещает, чтобы люди брали что-либо из его канала, будь это уроки, напоминания, перевод Корана или что-то другое из того, что ты упомянул, то, согласно правильному мнению, этот его запрет не дозволен сам по себе. Не дозволено ему запрещать людям получать пользу от благих вещей. Более того, дозволяется мусульманину распространять эти благие вещи без его разрешения на это. Однако для соблюдения приличия, воспитанности и хорошего нрава нужно спросить разрешение у владельца этого канала. А если он откажется и скажет, что он запрещает, чтобы кто-либо распространял материал из его канала, то относительно этого мы скажем, что его разрешение или запрет не принимаются в расчет в этой ситуации. Потому что это относится к знаниям, которые необходимо распространять. Если это уроки, наставления, перевод Корана, хадисы и разбор шариатских и научных вопросов, то их нужно распространять, даже если владелец запрещает это. Потому что это относится к знанию, в котором нуждаются люди. И не дозволено ему запрещать людям распространять это. Однако мы скажем, что соблюдая приличие, уважение и благовоспитанность, и хорошее к нему отношение, нужно спросить у него разрешение. Здесь уточнение по поводу предыдущего вопроса. То есть, если, например, есть какой-то логотип на этом видеоматериале, разрешается ли человеку убрать этот логотип и, например, поставить свой и отнести его как будто на его канале этот видеоматериал? Если он удаляет этот логотип для того, чтобы приписать этот шариатский и проповеднический материал к своему каналу, то это является ложью, и ему не дозволено делать этого. Ему не дозволено лгать, приписывая эту работу себе и облачая себя в одеяния, которые ему не принадлежат. Этот человек также при помощи обмана надевает на себя одежду, не принадлежащую ему. Поэтому ему не дозволено приписывать к своему каналу работу, над которой он не работал. Напротив, если он выкладывает ее, то он обязан ее выложить полностью, вместе с логотипом канала, распространившего эту работу. Кроме случаев, если присутствие этого логотипа будет наносить вред другим каналам, а он хочет распространить знания. В этом случае мы скажем, что если в этом была необходимость, и публикация этого логотипа могла навредить тебе, то, возможно, тебе есть оправдание за то, что ты не опубликовал этот логотип. А если в этом не было никакого вреда, но это было сделано только для того, чтобы приписать эту работу своему каналу, то это недозволено и относится к запретной лжи.